Добрый день, уважаемые коллеги! Мы рады вас приветствовать на Московском международном образовательном салоне 2020. И сегодня мы хотели бы поделиться опытом своей работы по интеграции конструирования и детского экспериментирования как новой возможности в развитии технического творчества дошкольников. В своей работе мы руководствуемся программой от Фребеля до робота «Растим будущих инженеров». Та самая задача, ранняя профориентация, которая сейчас стоит на достаточно высоком, я бы сказала, государственном уровне, нами с вами была бы успешно решена. На занятиях в детских садах ребята 5, 6, 7 лет получают первое представление о работе инженеров, архитекторов и строителей, развивают конструктивную деятельность и творческое мышление. Работа с оборудованием помогает выявить одаренных детей, стимулировать их интерес к научно-технической деятельности. А значит, через несколько лет в наших вузах будет больше талантливых специалистов в технических профессиях, а на предприятиях больше инженеров-конструкторов, которые сделают нашу страну лучше. В нашей программе от фребеля до робота «Растим будущих инженеров» предлагается технология образовательной деятельности с детьми, предусматривающая определенный алгоритм, позволяющий отойти от школьной системы подачи материала, снижающий риски излишней интеллектуализации детей, провоцирования искусственного убыстрения их развития. Вместе с тем, этап апробации данного материала показал, что реализация данного содержания делает образовательный процесс интересным и занимательным для детей, формирует необходимые умения, опыт деятельности, необходимый для последующего успешного обучения в начальной школе, а также формирует качество личности, являющиеся целевыми ориентирами в федеральном государственно-образовательном стандарте дошкольного образования. В частности, наши дети составляют проекты конструкций, классифицируют виды коммуникации и связи, виды вычислительной техники, применяют некоторые правила создания прочных конструкций, заносят этапы работы над конструкцией в инженерные книги, а также наши дети используют способы преобразования, формы, функции, аналогии и так далее, используют в своих конструкциях подвижные части, создают очень интересные постройки и используют их в своей игровой деятельности. Также мы можем сказать о том, что развиваются все компоненты устной речи. Продолжая мысль о том, что было сказано выше, программа предполагает в части организованной образовательной деятельности с детьми «Один из этапов работы – экспериментирование». Это обусловлено концепцией Подьякова о детском экспериментировании. Ведь в детском экспериментировании наиболее мощно проявляется собственная активность детей, их любознательность на получение новых сведений, знаний, а также на поиск новых форм взаимодействия с другими людьми. Детское экспериментирование является стержнем любой детской деятельности и детского творчества. Однако в практике дошкольных образовательных организаций образовательные деятельности по экспериментированию и конструированию оторваны друг от друга. Вместе с тем мы, объединяя экспериментирование с конструированием, позволяем целенаправленно развивать пространственное, логическое и творческое мышление, что будет способствовать формированию предпосылок инженерного мышления у детей дошкольного возраста. Новизна нашего опыта заключается в том, что мы интегрировали конструктивно-модельную деятельность и экспериментальную, как сквозной механизм в развитии ребенка дошкольного возраста. Цель нашей работы заключается в том, чтобы создать модель образовательной деятельности с интеграцией конструирования и экспериментирования. Она в себя включает. Первое – это создание развивающей предметно-пространственной среды, техно-среды, которая бы стимулировала развитие дошкольников в данном направлении. Центр экспериментально-исследовательский. В нем расположены материалы для детской опытно-экспериментальной деятельности, альбомы детских исследований, материалы, с которыми ребенок может произвести опыты разного направления, по изучению свойств материалов, по изучению разных видов конструкторов и конструкций. Центр проектирования и конструирования. Он в себя включает детские инженерные книги, где дети фиксируют этапы своей деятельности. Карты, схемы, чертежи, алгоритмы, сборки механизмов и разных моделей, производственных процессов. Центр строительства, в котором имеются столы, конструктивный материал, как статический, так и динамический, электронные конструкторы, конструкторы с программным управлением, робототехнические конструкторы, материалы, которыми ребенок может воспользоваться для воплощения своих замыслов в строительстве. Центр информационного насыщения. Он в себя включает энциклопедии, материалы, позволяющие изучить техническую направленность, книги о технических открытиях, экспериментах, коллекции открыток, например, о транспорте, о приборах, об инструментах, а также видео и фотоматериалы. Центр маркеров игрового пространства, где представлены напольные, настольные ширмы, игровое панно, подиумы на колесах и многое другое. Все, что позволит ребенку воплотить свои мечты в реальность. Центр достижения результатов. Здесь представлены продукты детской деятельности, макеты, фотомодели детской деятельности, наградной материал. Все то, чем ребенок может гордиться. Образовательный компонент также включен в расписание организованной образовательной деятельности. Он в себя включает экспериментирование в содержании конструктивно-модельной деятельности, как одного из этапов программы «От фребеля до робота растим будущих инженеров» в части организации образовательной деятельности с детьми. Присутствуют в этом направлении следующие виды экспериментирования. Экспериментирование с материалами, строительными, например, деталями конструкторов, металлическими, пластиками, деревянными, магнитными, винтовыми, дополнительным материалом, бумагой, тканями, природным материалом. Все это для изучения их свойств и особенностей соединения. Экспериментирование с производственными процессами, где дети могут изучить принцип работы конвейерной ленты, за счет какой передачи может быть лента приведена в движении, может быть, это зубчатая передача или ременная, а может быть, червячная. Ребенок, изучая систему приводов, может глубоко проникнуться принципов движущих механизмов при строительстве производственных процессов. Например, строя кабачковую икру, ребенок выстраивает конвейерную ленту. По этому же принципу работает конвейерная лента на хлебозаводе, на любом производственном процессе, где нужна данное оборудование. Экспериментальная проверка технических условий. Например, для того, чтобы построить дом, мы должны изучить, на каком грунте его строить. И здесь уже происходит экспериментирование с разными видами грунта, чтобы определить, а какой фундамент нам нужен – свальный, ленточный или же блочный, для изучения ландшафта рек и морей, для того, чтобы обустроить макеты водных путей сообщения. Например, изучая принцип плавучести кораблей, мы ребенку должны ввести понятие, что такое ватерлиния. Как же ребенку это объяснить, как только не при помощи опытов экспериментом? В этом нам поможет простейший опыт с тем, как наполняя сосуд, бросая туда определенное количество камней, мы можем определить, сколько у него грузоподъемность. И если вдруг превышает количество условленных обозначений на этой ватерлинии камней, то наше судно может утонуть. А как же показать ребенку принцип работы? Например, того же спасательного жилета? Или почему корабли не тонут? Как за счет воздушной подушки огромные круизные лайнеры держатся на плаву? Нам в этом поможет опыт с мандарином. Почему очищенный мандарин тонет, а неочищенный мандарин не тонет? Ведь ребенку наглядно можно показать, что находящееся воздушное пространство между самим мандарином и шкуркой позволяет ему держаться на плаву. Но если мы эту шкурку чуть-чуть надорвем, и вода начнет заполнять это пространство, то постепенно и этот мандарин утонет. И таким наглядным примером мы можем детям объяснить, что так же и в корабле. Если вдруг у него пробоины, и воздушное пространство, эта воздушная подушка, которая находится в основании корабля, вдруг начнет заполняться водой, то корабль пойдет ко дну постепенно, но не сразу уйдет на него камнем, на дно камнем. Эксперименты с солнечной и ветряной энергией также позволяют при помощи современного оборудования детям наглядно изучить, как же, за счет чего происходит преобразование ветряной энергии в электричество, как с помощью солнечной батареи вырабатывается также электричество, как вода помогает нам добывать электричество. Все эти наглядные опыты с этими природными явлениями позволяют ребенку глубоко изучить принцип выработки энергии, электрической энергии. Чтобы изучить принцип работы фотоаппарата или телескопа, показать детям, как при помощи линзы увеличивается или уменьшается расстояние, мы с детьми изготовили оптические припоры помощью линзы, в основании которого находится пленка, колба и вода. Создав такую линзу, ребенок может рассмотреть самые мелкие частички, находящиеся на дне колбы. Включение экспериментальной деятельности в режимные моменты также является одним из составных нашей модели. Когда ребенок экспериментирует в свободной деятельности, он создает свои микросоциумы, в рамках которых он может проверить экспериментальным путем, прочная ли постройка, которую он создал, изучить размеры, помещается ли он в ракету, которую он построил из полидрона супергиганта, прочно ли стоит дом, который он построил и правильно ли работает механизм конвейерной ленты. Строительная игра. Здесь ребенок может проверить функцию конструкции, возможность ее использования в разных игровых ролях и ситуациях. Ведь когда ребенок играет, он может осуществлять преобразование той конструкции, которую он сделает, проявить свое творчество, фантазию и именно экспериментальным путем оценить качество созданной им конструкции. Ведь один из показателей технической подготовленности детей – это ведение, контроль за эксплуатацией созданных ими объектов. Опыты и эксперименты. Они бывают и долгосрочные, и краткосрочные. Именно здесь происходит деятельность, которую дети не успели с педагогом осуществить в рамках образовательной деятельности, организованной. Дети в совместной деятельности проводят эксперименты по изучению также свойств материалов, требующих длительного процесса. Например, собрав мелиорационную систему, дети наблюдают за процессом капельного полива и процессом орошения огорода, на окне, который также дети посадили вместе с воспитателем. Так как по программе «От Фребеля до робота. Растим будущих инженеров» один из этапов организованной образовательной деятельности – это размещение готовых конструкций в среде группы, то здесь как раз нам приходит на помощь эксперимент с готовыми конструкциями. Здесь дети могут экспериментировать с этими конструкциями, преобразовывать их, проверять их на прочность и функциональность. Наблюдение – неотъемлемый фактор также совместной деятельности в рамках режимных моментов. Для выстраивания логических цепочек, для повышения мотивации детей в конструктивно-модельной деятельности и создании технических объектов, например, построив сумку-холодильник, в нее помещается шоколадная конфета и ставится на солнечное место. Рядом кладется та же конфета, только на тарелочку без защиты. Дети наблюдают, а где же конфета растает быстрее – в сумке-холодильнике или же просто на тарелке. Они делают выводы о том, как устроена сумка-холодильник. Поисковая деятельность на нахождение способов действий. Для нахождения этих способов действий дети путем самостоятельной деятельности пытаются соединить разные виды конструкторов. Например, соединяя полидрон проектирования и полидрон каркасы. Например, соединяя конструктор фан-кластик с лего виду 2.0, чтобы привести его в движение. А для чего все это дети делают? Наша программа – она игровая. И детям очень важно, чтобы эта игра была для них занимательна и увлекательна. А чтобы это было интересным и разнообразным, и можно было в нее вовлечь большее количество игроков, дети объединяют разные виды конструкторов. Детям важно понять, а как это сделать, как объединить разные конструкторы между собой. Путем эксперимента дети сами добывают разные варианты способов их соединения и преобразования. Наша модель включает в себя также вовлечение родителей в образовательный процесс. Ведь как сейчас без родителей? И мы выбрали для себя самые действенные и эффективные способы вовлечения родителей в образовательный процесс. Одна из таких форм – это школа технических наук для родителей, в рамках которой проводятся мероприятия разного характера. Мастер-классы для родителей, которые проводят сами дети, рассказывая, обучая родителей работы с разными видами конструкторов. Родители увидели, как дети увлечены техническим творчеством и сами заразились этим процессом, создавая с детьми совместные конструкции. В рамках работы школы технических наук родители вместе с детьми осваивают работу в инженерных книгах. Активно стали включаться в образовательный процесс, приходя на занятия в детский сад и участвуя вместе с детьми в освоении робототехнических конструкторов и рассказывая об особенности работы разных производств нашего города. Родители стали активными помощниками воспитателям в освоении технических наук. А также в рамках школы технических наук происходит обмен опытом семейного воспитания в развитии конструктивно-модельной деятельности технического творчества совместно с экспериментами, где родители со своими детьми демонстрируют опыт семейного развития технического творчества. Конкурс семейных проектов изобретателей – одна из действенных форм вовлечения родителей. Именно здесь может пройти публичная демонстрация совместных продуктов детской деятельности и родителей. Здесь семья создает что-то интересное, свое. Объединив усилия всех членов семьи, дает возможность изучить глубоко какой-то технический процесс, создать производственный процесс. И в рамках нашего конкурса это происходит систематически на уровне детского сада, а также на уровне округа и региона. Основная цель – показать городу, что округлоды можно перерабатывать, чтобы они шли во благо, а не на вред. Наши родители, находясь дома с детьми на самоизоляции, точно найдут себе интересное занятие. Если у вас возник интерес к нашему опыту работы и к программе от Фребеля до робота «Растим будущих инженеров», вы можете обратиться по следующим контактам, которые вы видите на экране. До новых встреч!